Заходишь в Одинцовский историко-крывеческий музей, а попадаешь в горы Архиза или Дождливую Карелию. Выставка фоторабот Ксении Саварцевой «Поразительная природа» из 2015-го расположилась на первом этаже. Здесь представлены 58 работ, не только из далеких от нашего района уголков России. Одинцовская природа не менее богата и удивительно признается фотохудожница. Я сказала, что я живу в Одинцовском районе. Многие снимки, очень многие, они здесь сделаны. Я знаю нашу природу, знаю наши лучшие места, когда все происходит. И очень хочу поляризировать природу лыжероллерной трассы, например, потому что там она есть, но ее очень мало и очень плохо видно. Но люди могут туда приходить и видеть ее, потому что это рядом с городом, это очень доступно. Максимум терпения и внимания, минимум обработки, отличное знание возможностей фототехники и, конечно, огромная любовь к окружающему миру. Таков рецепт хорошего снимка от Ксении Саварцевой. Если человек не уходит на природу очень часто и не наблюдает за ними, он даже не будет в курсе, что у нас есть, например, два или три вида корабля, что синички тоже бывают разные, что у нас есть самая маленькая птичка в России, и она не может находиться без корма, например, 40 минут. Так же у нас есть очень многие красивые птицы типа ворона, ястреба, хищники, которых тоже сложно увидеть в полях. На втором этаже историко-краеведческого музея образцы другого искусства изобразительного. Работа Надежды Шардаковой уже хорошо знакома ценителям прекрасного. Наталья Николаева выставляется впервые. Мне очень понравились и у Николаевы Натальи картины, у нее вообще очень яркий цвет такой, и разнообразные работы, тут и пейзажи, и натюрморт, и все, понимаете, есть. А у Надежды, у нее более светлые такие работы, понимаете, она такие более нежные, так что сразу, да, вот видно, два художника, и очень разные. Фотовыставка «Поразительная природа» из 2015-го будет работать в Одинцовском историко-краеведческом музее до 21 апреля. Творение Натальи Николаевой и Надежды Шардаковой можно увидеть до 17 апреля. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.